Всем привет! Меня зовут Ксения. Сегодня мы будем торговать на нонфарме. Как известно, нонфарм это вторая зарплата трейдера и я даже специально для этого купила вот такие сережки. Поэтому зацените, поставьте обязательно лайк. Я надеюсь, что эти сережки сегодня принесут нам прибыль. Нонфарм это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вот эта новость. Давайте посмотрим поподробнее. Последний раз она выходила 7 мая и была негативная. Вот в принципе тут есть все описание данной новости. И вот главное, что написано, что показатели вышеожидаемых рассматриваются как позитивное бычье направление. Так, мы с вами будем открываться на долларе мексиканца. Пока проставим уровни. Расскажу, что вижу здесь. Так, вот горизонтальный уровень сопротивления. Вот уровень поддержки. Трендовый уровень поддержки. Трендовый уровень сопротивления. И вот такая вот ситуация у нас. Мне кажется, что сегодня выйдет негативная новость и цена попрет вниз. Вот на 5-минутном таймфрейме вот такой уровень сопротивления у нас есть. Так, открываться я буду объемом 1. Чуть позже в видосах буду объяснять, как высчитывать объем и так далее. Я открываюсь объемом 1. И если что, буду еще 1 докупать для подстраховки. Так, просто пока схематично скажу. Если я открываюсь в данном случае на объем 1, то я не нарушаю правила мани менеджмента. А у меня правила мани менеджмента, что на такие крутые новости я вхожу не более 10% от своего депозита. В принципе, тут у меня сейчас все готово. Остается дождаться выхода новости. И суть будет такая, что если новость выйдет зеленая, я буду заходить в лонг. Если новость выйдет красная, я буду заходить в шорт. Лонг это на повышение, шорт это на понижение. У нас остается буквально пару минут до выхода новости. И главное не проморгать. У меня периодически зависает интернет на выходе новостей. Но посмотрим, что из этого будет. И пока будет идти как раз таки сделочка, я вам расскажу суть вообще, как я открываюсь по нонфарму. На самом деле, очень нервничаю, очень волнуюсь. Вы прям не представляете, насколько. Есть такая шутка, что самая длинная минута это последняя минута стирки вашей стиральной машины. Но на самом деле, самая длинная минута в жизни. Так, время 15.30, где новость? Нет, не отображается. Где новость? Красненькая на понижение. Блин, какой скачок мы пропустили, друзья. Посмотрите прям. Прям очень не обидно. Очень обидно, что у меня опять затупил интернет, что я открылась прям очень низко. Но, тем не менее, зная, что такое нонфарм, цена сейчас должна попереть вниз. Итак, теперь расскажу немножечко о своей стратегии. Смотрите, я открылась на объем 1. Далее я жду. Вообще, мне хотелось бы сегодня заработать 500 долларов. Но, в принципе, я сейчас буду сидеть, наблюдать за сделкой, и как только у меня появятся сомнения, я сразу буду закрываться. То есть, сейчас задача просто ждать. Цена пока несется в прибыль, плюс 175 и так далее. Будет сейчас какое-то время большая волатильность. Я думаю, что в течение часа я закрою эту сделку. Если цена еще немножечко поднимется, я еще открою, думаю. Так, а вот сейчас, кстати, цена находится у уровня. Вот эта ситуация, посмотрите. Вот он уровень, который цена сейчас пытается пробить. Здесь был треугольничек. Этот уровень ранее был сопротивлением. Он пробился с помощью треугольничка и сейчас превратился в поддержку. Но я думаю, что цена его пробьет. Просто это вопрос времени. И вообще, потенциал движения вот до отсюда. С одной стороны, чешутся руки, закрыть сейчас сделку. Все, вышло в плюс, остановиться. С другой стороны, я уверена, что еще выжила не максимум с этой новости. Мне хочется, ну, чуть-чуть побольше заработать. Блин, скорее всего, сейчас будет откат. Я думаю, что будет откат. Эта штука называется коррекция. Это просто значит, что цена сразу сходу так этот уровень не пробила. Сейчас еще чуть-чуть выше поднимется, и я докуплюсь еще. Пока что, пока что я вижу уверенное движение вниз. То есть у меня нет сомнений, что все будет чики-пи-барум. Могла, правда, зафиксироваться на 300 баксов. Но тут у кого какой аппетит. Вот, открываемся. Сразу перенесу тейк-профит. В принципе, я уже сказала, мне главное, ну, баксов 500 сегодня заработать, и я успокоюсь. Пока остается просто наблюдать, просто ждать, просто ждать откатика. И главное сидеть у монитора. То есть вот я для себя сейчас поставила правило не пропускать нонфарм ни в коем случае. И прям наблюдать, то есть не отходить, чтобы чувствовать рынок. Даже с учетом того, что я сейчас поставила тейк-профит, на каком-то моменте может быть затуп. И я могу почувствовать, что нет, блин. Я лучше закроюсь раньше, лучше получу меньше прибыли, но закроюсь. Лучше смотреть вот эти микродвижения, как рынок реагирует. И, конечно же, вот я выбираю пару доллар-мексиканец. В следующем месяце, если хотите, напишите в комментариях. В следующем месяце сниму прям подробно стратегию. Почему данный актив, почему объемом один там и так далее. А давайте пока ждать и наблюдать, как же будет вести себя цена. И, если что, закрываться или ждать, когда коснется тейк-профита. Так, все, друзья, закрываю. Не дождалась я, пока цена коснется у меня тейк-профита. Я решила закрыться раньше, потому что план по заработку у меня на сегодня выполнен. А я для себя уже сделала вывод, что, блин, зачем я жадничаю ежедневно? Лучше уж я заработаю столько, прям, сколько вот мне захотелось. Конечно, цена сейчас и упадет вниз, я уверена. Но я зато буду весь день ходить в хорошем настроении, что у меня есть заработок. В общем, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok